Город Пермь, дом по улице Голева 2. Пандемия изменила и его жизнь, но сам вирус тут ни при чем. Просто во время карантина в нем сменилась управляющая компания и сменилась она очень интересным способом. Как утверждают местные жители, о том, что сменилась в доме управляющая компания, они узнали уже по факту. Можно поменять компанию путем общего собрания. Собрание проводилось по инициативе двух жительниц. Большинством голосов по этому собранию проголосовали за смену. Есть чат в доме, начали выяснять, кто голосовал, кто присутствовал. Как правило, все говорят, никто не ходил и не участвовал. Буря несогласия вынудила жильцов обратиться в ИГЖН, инспекцию государственного жилищного надзора. Необходимо было удостовериться в правильности проведенного голосования. Результаты запросов оказались достаточно удивительными. Получаю свой бюллетень, в котором я участвовал и проголосовал за. Чего не было. Смотрю в бюллетне, подпись не моя. Мы не эксперты. Давать заключение о подлинности подписи господина Исаева мы не можем, но можем вам их показать. Из запросов таких отправлено уже несколько десятков. Сообщения в общедомовой чат поступают регулярно. Общение с новой управляющей компанией у жильцов также происходит в мессенджере. А к ним доступ есть далеко не у всех. Ну, я имею в виду старшее поколение. Причем стиль общения тоже получается не совсем деловой. Знакомство с новой управляющей компанией в таком случае совсем не располагает к дальнейшей продуктивной работе. Я предполагаю, что в наш дом лезут мошенники. И собственники, собственно говоря, пребывают в шоке, как так могло случиться, что в один прекрасный день у нас поменялась компания. По словам старшей по дому, к предыдущей управляющей компании особых претензий не было. Да, регулярно поступали предложения о смене компании, но они все отклонялись. И пока к новым управленцам доверия нет. Так как эта компания зашла с обмана, то я могу предположить только то, что это действительно мошенники. И их задача собрать деньги, не занимаясь нашим домом. Нам удалось связаться с одной из инициаторов этого голосования о смене управляющей компании. Ольга Караваева. Лично встретиться не удалось, говорили по телефону. В протоколе она была вписана как секретарь собрания. Нет, я секретарем не была. Там просто, они не уж попросили, можно, говорит, мы вас спишем. По большому счету, я точно так же просто проголосовала за новую компанию управляющую. И в принципе, я больше ничего такого не знаю о ней. Что касается предположительной фальсификации подписей, о ней Ольга тоже ничего сказать не может. Там в группе в чате идет какая-то перепалка. Я тоже, если честно, в этом не участвую и не читаю. Ну, что-то там, видимо, какие-то претензии есть у сторонников старой управляющей компании. Но, насколько мне помнится, они, и когда мы за ЦСЖ голосовали, у них там тоже были все время подозрения, что их кто-то подписи подделывает, что кто-то за них голосует. У них все время в этом плане, потому что они, ну, такие девушки, так скажем, в какой-то степени агрессивные, все время на какой-то скандал хотят всех вызвать. И поэтому, ну, я не удивлена. А вот претензий к старой управляющей компании у Ольги немало. Я в доме проживаю уже 20 лет. За 20 лет у нас не было сделано ничего в доме абсолютно. У нас подъезды находятся в ужаснейшем состоянии, территория тоже, скажем, желать лучшего. Как бы компания себя не зарекомендовала, чтобы мы ее могли оставить. Какими бы просьбами мы не выходили, у нас все время нет денег. Нет денег, ничего нет, ну, и так далее. Но опять же, по словам старшей по дому, денег нету по вине самих жильцов. В нашем доме горит свет, бежит вода. То есть все, что требуется для жизни дома, есть. Мусор убирают, подъезды убирают, территорию чистят. Хотя при этом задолженность по первому подъезду уже более 600 тысяч. То есть люди не платят, саботируют это. Вот. И в то же время требуют, чтобы им что-то предоставили. Какие-то там ремонты, еще что-то. Еще один вопрос, который также беспокоит жителей в связи с этой неразберихой с бюллетенями. Распространение персональных данных. Подпись, номера свидетельства о праве собственности, адреса. Все оказывается в доступе третьих лиц без согласия жильцов. Пока наша съемочная группа общалась с жильцами и разбиралась во обстоятельствах дела, к нам присоединился еще один молодой человек. А что такое? Да нет, ничего. Вы куда-то шли, проходите. Нет, я хочу. А что тут он? Театр, что ли? Зоопарк, что ли, смотрит? Наверное, в театр смотрит. Мужчина сказал, что он брат одной из собственниц квартиры. Как выяснилось, именно той, кто и была инициатором смены управляющей компании. Представился он Александром. По его мнению, в управлении домом есть много оплошностей. Даже двери не покрашены. Подъезды, ни один подъезд не сделан. Ни один. Что значит не сделан? Второй? Второй вот недавно сделали, так как они переголосовали. Второй недавно сделали. Этот первый подъезд полностью убитый. Потом, получается, пятый подъезд тоже. Третий вот сделал сам хозяин, собственник жилья, потому что он был помощник депутата. Он это сделали, ему немножко сделали косметический ремонт. Однако после поступило неожиданное предложение от не-собственника квартиры в этом доме. Сейчас я могу в подвал, у меня ключи есть от подвала. Я могу вас прямо спустить. Откуда у вас ключи от подвала? Я могу вас это... Вот смотри, откуда у него ключи от подвала? А потом выяснился действительно интересный факт. Я с вами вообще делок не веду. Вы из СССР, правильно? Правильно. У нас не брак включает. Я подрядчик. Вы не подрядчик. Вы из СССР, подрядчик. Еще раз. Замечательно. Совпадение того, что брат собственницы, инициировавший смену управляющей компании, которой жительницы недовольны, оказался еще и подрядчиком этой новой управляющей компании, мы давать не имеем права и не будем. Однако смена компании все же произошла, о чем внесена запись в реестре ИГЖН. По закону, старой управляющей компании, в данном случае это управляющая компания территория комфорта, обязана передать новой компании, то есть СП Групп, всю техническую документацию по дому. На сегодняшний день управляющая компания направляла уведомление в адрес ОСП Групп по адресу 1-я Гомовская, дом 55. На первое уведомление от управляющей компании никаких известий не поступило. То, что они прибудут для передачи технической документации и всех документов, касающихся квартирного дома. Мы повторно направили уведомление о том, что мы сами уже к вам приедем для передачи данных документов, потому что есть определенные сроки и нам очень не хочется нарушать эти сроки. Ну, собственно, вот этот дом, улица 1-я Гомовская, 55. Вот есть адрес, сейчас будем узнавать, есть ли тут. Это вышеуказанная управляющая компания. У нас с вами сейчас звонок на работу, но вывесок никаких нет, познавательных знаков нет, что здесь находится управляющая компания. Ну что, как мы видим, дверь так и осталась заперта, нам никто не открыл. Вот, пожалуйста, еще раз могу позвонить, звонок. Ничего не происходит, хотя дом не похож, что заброшен, да и тем более автомобиль припаркован явно специально рядом с этим домом. Что же касается соблюдения всех формальностей по смене управляющей компании, то в данный момент смена проведена законно. Собрание состоялось, кворум был, голоса и бюллетени есть. Собственники, если они не согласны с результатом голосования, считают, что собрания не было, либо какие-то нарушения в проведении собрания, они могут признать протокол общего собрания недействительным в судебном порядке, а по фактам фальсификации обратиться в правоохранительные органы. Если подделка подписей на бюллетенях будет доказана, то правонарушителям грозит уголовная ответственность по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. И максимальные наказания, предусмотренные данной статьей, два года лишения свободы. В настоящее время первостепенным вопросом для дома является возврат предыдущей управляющей компании, если, конечно, действительно большинство жильцов было реально против смены и не участвовало в голосовании. Юристы предлагают несколько путей решения данного вопроса. Первое – это обратиться в суд. Это сами собственники должны инициировать написание искового заявления, отнести в суд. Но этот путь очень долгий, очень неблагодарный. Он длится от шести месяцев. Все эти шесть месяцев непонятно, что, куда, кто будет платить. И домом надо управлять, тем более тут отопительный сезон, не за горами. Дом нужно готовить. Есть второй путь, он гораздо короче. Я бы рекомендовала людям выступить с инициативой провести новое общее собрание собственников и в повестку дня включить вопросы о выборе управляющей компании. В любом случае, только собственник будет решать, кто и как будет управлять его домом. Главное – не оставаться в стороне и проявлять инициативу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова